В Владивостоке прошла презентация новых пассажирских вагонов и торжественный запуск современного 8-вагонного электропоезда по маршруту Владивосток-Надеждинская. Самое главное, коллеги, во всем этом, это, безусловно, отношение к нашим пользователям услуг, это отношение к нашим пассажирам. Я уверен, что все те, кто пользуются услугами междурожного транспорта, высоко оценят сегодняшние подвижные составы. Мы в прошлом году подобрались к цифре почти 5 миллионов. 4 миллиона 900 тысяч пассажиров было перевезено пригородным железнодорожным транспортом. Я уверен, что в этом году мы переступим черту 5 миллионов и эта тенденция будет только увеличиваться. Это не первое, не последнее обновление вагонного парка «Приморье». По словам губернатора Олега Кожемяка, за последнее время получено 5 новых электропоездов. В этом году прибудет в крае еще 3 состава общей численностью в 20 вагонов. Большие средства сейчас тратятся на модернизацию железнодорожных путей, чтобы расширить те возможности и тот поворот на восток, который произошел в течение последних двух лет. Железнодорожники достойно справляются со всеми возложенными обязательствами. Хочу пожелать им дальнейших успехов, поздравить с юбилейной даты, 125-летием Владивостокской железной дороги, пожелать здоровья, счастья и всего самого хорошего. Спасибо вам за ваш труд. Глава региона вместе с железнодорожниками осмотрел новый состав. Электричка оснащена камерами видеонаблюдения, кондиционерами с функцией обеззараживания воздуха, климат-контролем, позволяющим поддерживать комфортную температуру. Новый подвижной состав, предназначенный для перевозки пассажиров по Приморью, в пригородном сообщении обеспечивает комфорт, безопасность путешествий и доступность для маломобильных пассажиров. Это мягкий электропоезд, комфортный, абсолютно звукоизоляция. И вы видите по дверям, кто зашел. И по дверям, и по вагонам. Есть возможность переключать. В салонах там уже есть. Да, он смотрит. Если, например, кто-то пользуется кнопкой пассажир, машинист у нас сразу высвечивается на экране. Это все. И видим, с кем разговариваем. Далее почетный железнодорожник России, машинист Александр Буторин, дал символический сигнал к отправке, ударив в рынду на перроне Владивостокского вокзала. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.